Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Разберем самые сложные десятки по версии секретной формулы разработчиков. Это трехзвездочные корабли, про которые сказано, что они сложны в освоении и подойдут опытным игрокам. Соответственно, если вы еще не особо опытный, то стоит подумать, прежде чем играть на этих кораблях. Но зато более опытные игроки смогут на них лучше реализовать свой скилл и круче тащить. Конечно, если формула разработчиков верна. Кстати, недавно мы разбирали самые простые десятки. Обязательно посмотрите, если ищете легкого нагиба. Начнем с линкоров. Самых сложных среди десяток их четыре. Бунга, Нью-Хэмпшир, Североморск и внезапно Кремль. К моему удивлению, в список не попали Чань-Жень и Инкампорабл. На мой взгляд, они будут посложнее. Что же касается списка разработчиков, то на мой взгляд, реально высокой сложности соответствует только Североморск. Вот уж точно, сильно скиллозависимый корабль, имеющий огромный потенциал, но который действительно сложно реализовать. Бунга же – это просто линкор дальнего боя. Ничего такого прям на самый сложный уровень я в нем не вижу. Нью-Хэмпшир скорее бесполезный, чем сложный. Ну а Кремль при его живучести вообще самым сложным назвать трудно. Просто нужно понимать, что он не для отирания края карты, а более агрессивной игры. В рангах он особенно эффективен, а с уникальной модернизацией так и вовсе один из лучших линкоров для рангов. И при этом достаточно прост. Иди вперед и гаси все живое. Но это мое мнение. Спорить с разработчиками, конечно же, не станем. А лучше перейдем к крейсерам. И самые сложные здесь по их версии – это Чесапик, Остин, Демойн, Вустер, Невский, Комиссар, Плимут, Кальбер, Анри, Каленбург, Брисбен и Сан-Мартин. Вот аж сколько самых сложных среди крейсеров. Сразу видно, насколько это более сложный класс, чем линкоры. И с формулой разработчиков я согласен почти во всем, кроме Невского и Каленбурга. На мой взгляд, это крейсеры не самого высшего, а среднего уровня сложности. А их проблема скорее не в сложности, а в том, что у них все-таки слабовато и ДТХ на фоне конкурентов. Поэтому даже скилловики на них вряд ли как-то особо круто вознагнут. А вот другие крейсеры из списка – это да, при игре на них высокий скилл реально вознаграждается сильнейшим нагибом. А отсутствие опыта приводит к тому, что корабль превращается в балласт для команды. Эсминцы. Самые сложные по формуле – это Линч, Смоланг, Грозовой, Дельный, Хабаровск, Деринг, Клибер, Марсо и Гданск. То есть в основном это классические арт-эсминцы, для реализации которых действительно нужен скилл. И тогда они реально божат. Вот только не вполне согласен с добавлением в список Деринга, так как по средней статистике он всегда был лучшим среди прокачиваемых эсминцев на 10 уровне. То есть в него явно смогли игроки всех уровней мастерства. Так что он скорее средний по сложности, чем самый сложный. Ну а Линч, на мой взгляд, уже из серии скорее мало полезных, чем сложных. Ибочка-Смоланд тоже, конечно, требует скиллушечки и тогда крайне силен. Хотя и в руках слабого игрока он довольно опасен. Гданск тоже может очень много, но на нем надо и многое понимать и уметь, чтобы реализовать его возможности влияния на бой. Из авиков самые сложные по версии разработчиков это Рихтгофен, Хакурю и Медвей. Интересно, что Тайха посчитали самым легким. Я бы согласился только с тем, что Рихтгофен самый сложный. Хакурю же и Медвей скорее средние. Ну а Тайхо это вообще нечто такое особое вне списка, но уж точно не самое простое. Ну и из подводных лодок самая сложная по версии разработчиков на 10 уровне только одна. Это советская ласточка К1. С этим можно согласиться, так как лодка может многое, но только при условии высокого мастерства игрока. Для большинства же игроков лучше взять что-нибудь попроще. Пользы будет побольше. Такой вот список самых сложных кораблей 10 уровня от разработчиков. Пишите в комментариях, что вы о нем думаете и какие корабли вы бы выделили, как самые сложные среди десяток. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджи. Субтитры создавал DimaTorzok